Всем еще раз добрый день. Это у меня пятый самообразовательный урок. Здесь мы ничего не будем нового по сути проходить, только старое, но некоторые новые нюансы добавятся, которые мне опять-таки надо проговорить для того, чтобы их осмыслить. Есть вот у нас такая программа, я ее уже написал. Вот как бы три текстовых лейбла. Вот мы как бы передаем деньги из банка мне, а потом добавляем деньги в банк от Германа. Так, по приколу. Как бы ничего вообще здесь нового принципиально нет. То есть нажимаешь на кнопочку, одно прибавилось, одно убавилось, вывели метки. Соответственно, как бы все это реализовано через класс, который называется по-английски Гай. У класса Гай есть два поля. То есть у нас два Гая, один Мартик, другой Герман. И что является как бы полями этого класса? Это имя, текстовое поле и количество денег в кошельке. Соответственно, это первый экземпляр, это второй экземпляр. Кроме того, у нас есть два метода. Давайте посмотрим, я закрываю и посмотрим описание класса. Вот он класс Гай. Вот они два поля. Поля это вот те переменные, которыми может оперировать каждый экземпляр. То есть каждый экземпляр имеет свою какую-то назначенную переменную, которую мы где-то так или иначе задаем, и потом производим с ней какие-то действия. И два метода. У каждого экземпляра будет два метода. Мы видим, что метод этот GiveCash получает какую-то цифру целую, да, и возвращает потом эту же самую цифру. Почему эту же самую? Потому что с ней никаких операций не происходит. Но внутри этого метода мы либо метод дать денег уменьшает количество денег в кошельке у каждого экземпляра, а метод получить деньги, он наоборот увеличивает деньги в кошельке. То есть кэш это количество денег в кошельке у конкретного экземпляра, потому что эти переменные, вот они объявлены внутри этого класса. В чем здесь, то есть вот здесь пока никаких инноваций нет, да, по сравнению с тем, что было до этого. Дальше есть некоторые инновации. То есть мы вот, допустим, переходим на обработчик событий. И что, в чем здесь новизна? Во-первых, способ объявления, да. Раньше мы объявляли класс как вот так вот, guy.mart равно new guy, да. Сразу объявляли. Здесь мы объявляем mart, экземпляр класса guy.mart и экземпляр класса guy.german. Мы объявляем сверху. Почему мы сверху объявляем, например, не вот здесь, не внутри формы? Потому что если мы засунем внутри форму, то сразу вот эти экземпляры, они уже не будут работать в других функциях. Они будут работать только внутри вот этой функции. Вот. Дальше мы объявляем, вот создаем. Сначала объявили этот объект, да. Потом вот происходит его инициализация. То есть создали мы вот здесь. Почему здесь? Честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, да. Потому что форма это у нас как раз идет, ну если смотреть вообще как бы алгоритм выполнения программы, то вот у нас идет main, да, точка входа программы, запускает какие-то вот эти функции, а потом запускает форму. Когда запускает форму, у нас автоматически приходит программа к выполнению вот этого кода. Дальше у нас мы объявили. Вот, кстати, давайте попробуем, вот смотрите, вот эту штуку отсюда убрать и поставить вот сюда. Что у нас получится? Ошибка какая-то, да? Почему ошибка? Почему? Потому что... Не видит, получается, да. То есть, как бы... Что он пишет? Метод должен иметь тип, возвращаемый тип. Я так понимаю, что вот мы, если объявили март, да, то... Вот здесь он у нас хорошо помнит, да. Но почему вот здесь не понимает? Вот мне непонятно. Пока, пока непонятно. Так, поэтому давайте отменим. И вернем это сюда. То есть, здесь внутри работает. То есть, видимо, видимо, этот экземпляр надо создавать внутри функции. Да, мы не можем создать его внутри чужого класса. То есть, только внутри какой-то функции. Ну, так вот, интересно. То есть, это пока выходит за пределы моей компетенции. Дальше. Март. Март равно new guy. Создали. Вот задали как раз поле для первого экземпляра. Вот оно, мартик. Имя. Да, и положили 100 баксов в карман. Мы создали второе поле. И дальше поехали. Что такое update form? Это еще одна инновация. То есть, то, чего мы раньше не делали. Поскольку все это, все эти вещи, да, они описаны в этом классе. Они, по сути, что делают? Они, где у нас присвоение-то идет? Присвоение. Мы должны присвоить именно меткам. Вот. Посмотрим. Так. Посмотрим. Вот сюда. Где у нас метки описаны? Где у нас? А, вот. Соответственно, когда у нас программа заходит сюда, инициализируются все вот эти значения, да. И после того, как они проинициализированы. И вот, кстати, да, если мы, допустим, ну, опять-таки, нет. Вот я не знаю, почему вот это нельзя объявить, например, здесь сверху. Пока это для меня тайна. Реально. Вот. Дальше, дальше, дальше. Так. Что делаем? Дальше вызываем вот этот апдейт форм. И вот здесь вот мы видим, что вот эти все три метки, три метки, которые вот здесь у нас завершены, вот эти label1, label1, label1. Ну, на самом деле они называются 1, 2, 3. Что видно вот, в общем, отсюда. Ну, вот они подписаны у меня как martlabel, germlabel и banklabel, да. Соответственно, каждый раз, когда мы вызываем метод апдейт форм, мы обновляем значения, то есть записываем в метку те значения, которые есть. И мы видим, что когда мы нажимаем на одну кнопку, вот он, обработчик первой кнопки, обработчик второй кнопки, да, каждый раз мы вызываем этот метод, чтобы изменились значения на экране в этих метках. Вот. Так, что у нас дальше происходит? Что у нас дальше происходит? Вроде все понятно, да. То есть вот здесь мы... Единственный непонятный момент, новый относительно, да, это то, как записан вот этот оператор. То есть банк минус равно martreceivecash. Дело в том, что вот эта функция, описанная в классе guy, она у нас целочисленная, да, то есть это, по сути, число. Можно было бы написать точно с тем же самым успехом банк минус равно 10. Вообще разницы никакой, да, вот я его так просто заменю, и ничего не изменится. Но просто вот необычная такая форма тоже на себя обращает внимание. Все. Значит, с этим более-менее разобрались. Здесь, опять-таки, все это я проговариваю исключительно для того, чтобы просто как бы у самого осознания некое появилось. Вот здесь вот остается единственный вопрос, да, почему мы объявляем новый класс вот здесь, в смысле новый экземпляр, да, а не вот здесь. То есть здесь мы его вроде как продекларировали, чтобы он работал во всех функциях внутри класса, форма, а потом почему-то вот новый экземпляр создали именно в форме, а не сверху. А если сверху пытаемся создать, да, то он не работает. А-а-а-а. Понятно. Потому что мы как бы создаем его за пределами программы, да, потому что это же просто объявление класса, да, а здесь, то есть мы экземпляр должны создать внутри программы, а не внутри класса. Вот, наверное, поэтому. Все, ладно. На этом пока все.